наверное чертово колесо выдает что это анапа есть такие места в нашем городе курорте которые я редко показываю ну и люди немногие знают ну и не хотелось бы наверно чтобы они кто-то очень сильно знал это остров в речке анапки детский парк часть его ну давайте поподробнее здравствуйте друзья меня зовут юрий озаровский любитель города курорта анапа всей душой люблю ценю не хочу чтобы наш курорт всегда развивался и был самым прекрасным местом для особенно наших детей потому что песчаные пляжи способствуют этому мы сейчас находимся в одном из прекраснейших как я уже сказал мест нашего города это детский парк когда-то здесь было просто зона отдыха не знаю были раньше здесь тротуары тропинки ну что я в это время еще здесь не путешествовал если кто-то и сторожил нашего парка увидит то обязательно напишите здесь имеется вот чисто такая огромнейшая территория это как остров и сюда ну люди приходят там отдохнуть чашечки пожарить животные здесь гуляют лошади есть пони есть мы сейчас по пути все увидим мы идем на море из детского парка с той стороны у нас вот возле этого дома ориентир может быть симферопольское шоссе пересечения с улицы северная вот такая вот тематика сегодня даже не знаю как преподнести сегодня просто начал думать куда поехать что показать ну а почему нет собственно пасмурная погода в городе но на улице то температура воздуха плюс 16 почему бы не пойти погулять в парк собственно ну вот и сюда приехал эти деревья сосенки ели очень много растительницы растительности туина в основном преобладает лох серебристый то вот видите маслинка наша анапская действительно так и называется я не выдумал именно лох серебристый и вот вдоль речки анапки мы выйдем на пляж который называется именно пляж возле речки анапки называется здесь имеется таки вот бревна на которых нужно прийти посидеть пожарить чашвычок то есть для кого-то кто не знает анапу может быть небольшой шок то есть именно в городе находится эта зона ну я думаю что она просуществует крайне недолго потому что вся она каким-то чудным образом оказалась частной собственности и в планах ее полностью застроить превратить в парк развлекательный аттракционов кто-то может сказать что ничего такого классно явно нас больше потому что нет таких мест я больше за то чтобы это природа больше было нету тротуаров с плитки есть такая хорошая дорожка чем на не грязная даже в дождь будет после семейный отдых то есть вообще красота пришли собрались собственно сидят отдыхают места для рыбаков рыбку половить спрашивали многие где прийти половить не знаю кто ходит на рыбалку именно за добычей то возможно здесь вам скучно будет хотя раньше речь канапка славилась там большими щуками это было на давно уже неправда как вы все знаете и понимаете многие наши водоемы очень сильно загрязняются вот там смотрите одна лошадка и впереди нас еще пони ждет пони такой немножко общительный и когда я сюда шел мне на встречу встретились две пенсионерки и он на них так пообщаться захотел они от него убежали то есть вы спокойно с детками можете сейчас прийти в парке погулять дети ваши возьмете морковку покормят лошадок это все вам не будет стоить ничего в городе анапе пока еще возможно здесь на самом деле очень много живности и большой плюс то сейчас по идее все змейки спят нужно в парке развлечений прямо аттракционов я в этом году встречал их вот знаете какие шикарные места для рыбалки и самое главное сейчас еду и понимаю что здесь действительно очень чисто ведь это наверное кто-то все-таки болеть тоже душой за этот парк и приводит его в порядок я общался с ребятами которые у которых здесь живут пони они говорили что они организовывают субботники и поддерживать чистоту то есть как-то зарабатывая на пони да там предлагая прокатиться сфотографироваться показывая трюки них вот такой симбиоз то есть место положение пони парке пойдет интересно начаться или не пойдет красавчик привет я ничего тебе не принес но погладить я могу если хочешь можно спасибо большое красивый классно валялся до пони бесплатное фото но и как бы без инструкторов которые с ними занимаются не советую сажать своих детей на лошадок но прийти погладить посмотреть написать это же детский восток у меня вызывает восток а вот деток я думаю еще больше можно еще чуть-чуть я поглажу пожалуйста вот какой ты дружелюбный пошел все мы уходим сзади к лошади не подходить запомнить это главное правило чтобы не взбрыгнула не испугалась в общем такие вот дела почему спрашиваю насчет плитки потому что есть широкие дорожки ведь я иду там вдоль берега мне больше нравится здесь вот прям выткнул возможно когда-то была плитка гребезная защитная полоса и вот еще одна лошадка пойдемте то что смотрите она уже меня увидела не знаю куснуть ли хочет или может тоже обнять интересно подождем подойдет я чувствую я не знал что будут тут лошадки он никого не взял какое халю в какой какие ощущения ребят просто погладить лошадку еще раз говорю нельзя только подходить к ним сзади они все чистенькие вычесаны видно за ними ухаживают супер просто если вдруг я приду сюда я тебе обязательно что-нибудь принесу напишите в комментариях что там больше всего любят лошади он там еще одна лошадка вот вижу все попробуем ее приблизить то есть их тут действительно очень много и каждый найдет себе это самообщительную классную лошадку есть возможность для прогулок взять мангал единственно умоляю просто мусор свой чужой забирайте все посмотрим в утро для лошадей пони спасибо заранее что еще здесь написано так всего лошади не красть бабушка бабушка в оранжевой куртке ушало ведро господи тут надписи просят не ворвать и кто-то утащил ведро ну не надо забирать лошадкам надо кушать с чего-то в общем туда идет эта дорожка туда еще одна левее есть основная дорожка многие даже когда ходили по детскому папку на море не знали о том что здесь такая огромная территория для отдыха и время проведения причем шикарного проведения там купить мангал за 100 200 рублей разовый но тенисная вот не сторонник честно когда вот так вот в одном как делать костер прям на земле выглядит это не эстетично а вот когда принесли мангал пожарили угли проголели прогорели пыль высыпали могла мусорку выбросили точно вполне все классно ну либо вот у меня есть свой мангал который приношу тоже выгорая полностью потом труху высыпалась действительно тоже какое интересное место для посиделок а здесь у нас плакучая его разрушилась на смотрите что то есть вот есть дырки в которых скорее всего дятел доставал червячков тоже природа все у него по своим местам как татьяна белошейкина рассказывал этот классно в природе все устроено говорить дождик помоет ветер подметает чистота красота тоже ведь есть бревнышки на которых можно посидеть ну а здесь катались квадроциклы по парку зона для них такая спорные вопросы здесь дикая малина произрастает больших количествах не дает прощемиться к берегу еще раз говорю то есть я иду вдоль берега здесь такая немножко дорожка он там вот хорошая здесь поставили забор и там какой-то парк югского периода организовали территорию на это не попасть а тут кто-то сделал свой собственный перс выйти покидать там половить что-то великолепно просто мечта рыбака почему я говорил насчет того что как-то раньше возможно это было по-другому когда проходишь находишь такие вот столбы да и понимаешь что было какое-то освещение в парке были какие-то организованы маршруты для людей то есть ну все про как-то утратили я пытался подобрать корректные слова что-то было утащено кто-то растащена что-то просто утрачено вот ведь еще один столб то есть представьте было освещение насколько великолепно вечерами здесь было прогуливаться класс особенно сейчас если даже какие-то комары там вас начнут купать кусать то вы можете побрызгаться средством и все будет хорошо и прекрасно согласитесь если есть старожилы те кто в анапе и помнят как этот парк выглядел а может кого-то фото согласно с него остались вот очень классно побольше вот таких вот мест да вот лавочку поставили с видом на водоем великолепно даже есть на море какой-то что он тут среди деревьев его ветер этот особо не почувствуешь и можно получать просто нереальное наслаждение от прогулок рыбакам от рыбалки прийти покидать там что-то поклюет мы видели сами как в той части речки анапки которые за дороги очень много сидела рыбаков все время раньше здесь была лодочная станция вот именно вот в этом месте ну или не выгодно стало или не знаю я даже в детстве помню катался на катамаране по речке анапки наверно яркие такие одни из самых крутейших воспоминаний а вот брали катамаран как раз вот этом месте и он один какой-то остов остался от него здесь мы видим что помимо вот этого забора паркирского периода уже строят дом вверх дном под него бетончик залили сделали вот такой вот эксклюзив ну вроде не вижу что деревья какие-то спилили поэтому можно помолчать и сказать ладно развивается если что мне не нравилось в этом что здесь появился забор которая именно в это место предотвращал проход но потом видел что вроде бы калитку не закрывают и все хорошо можно там прогуливаться и мы вышли вот современное благоустройство там все зелено красиво было много деревьев тут сожалению видим что этот маленькие то есть будем честными то есть елочки может когда-нибудь с моей старости мы придем здесь будет очень много зелени сажают главное чтобы никто не вытаскивал как у нас парки для влюбленных сделали которые на годовича вот еще одна часть речки анапки великолепное место красиво здесь организовали вот парк аттракционов тоже все симпатично классно выглядит ну помимо вот этих парков для развлечений которые сейчас стоят тут скажите мы гуляли только что он сказать по лесу до испытывая нереальные ощущения и вот пришли в парк где лес у нас из металлических конструкций то есть эти парки нужны важны но хочется чтобы все-таки она по зеленый город курорт зелени тоже было много и такие зеленых зон побольше вот такой тротуарчик можно даже поменьше уже с лавочками скаминчиками среди тех деревьев мне кажется ни один бы город с нами потом бы не стал бы даже соревноваться тем более есть такие места но к сожалению еще раз я повторюсь они уже все в частной собственности можете открыть кадастровую карту зайти в это место и посмотреть но так она будет я стала привлекательнее допустим вот и этими аттракционами колесо обозрения под ними автодром туда далее у нас евростар американские горки я так и не решил сам них еще прокатиться на вот как-нибудь смелости набраться и обязательно проехаться было бы интересно такой контент но видео про катание на этих евростарк на американских горках есть на канале мы там одного своего подписчика александра запускали было очень весело и интересно здесь мы неспешным шагом за кстати 14 минут ходьбы доходим уже до выхода из парка джунгли детки там спрятались за сетку веселятся собственно почему бы нет ну симпатично эстетично классно вот это все вырастет еще будет красивее в этом парке я понимаю что должно что-то меняться хорошо когда это сохранением красоты природную просит честно уже очень много бетона очень много строений негде погулять в нашем городе вот эта печаль набережная только набережная ветер паду набережно непригодным для прогулка такие от места пригодны даже вот здесь вот хорошо что мы начали переживать во время по поводу блочного забора который был здесь поначалу установлен и потом сделали все очень красиво сейчас это можно приравнять к одну из достопримечательностей анапы настолько красиво его оформили ну что просто спасибо тем людям которые это сделали очень классно смотрится стелу детского парка вынесли сюда поближе здесь раньше щетку как парус стоял было еще красивее к сожалению сейчас этого нет а апрель 1979 года только через семь лет появился на свете я а этот парк уже существовал к сожалению коммерческая наша подоплека нашей страны приводит к тому что такие места становятся как-то невыгодным когда приходишь парк допустим краснодаре возле стадиона какое-то великолепие сделали и как правильно относились к этому говоря о том что допустим с деревья сажать надо только большие почему ну что живем здесь сейчас и сегодня если мы будем сажать маленькие деревья то по парку поэтому от души погулять уже не удастся это печали я рад что есть люди которые готовы заплатить больше денег и посадить сразу хорошие большие деревья все через пионерский проспект переходим и и отправляемся все ближе к море надеюсь сегодня получилось сделать очень интересную здравствуйте на пома сигналили машины сделать интересную прогулку то чего не было раньше на канале он показать парк с другой стороны хотя мы на два или три видео с него снимал два точно но как говорится всегда все меняется и возможно какие-то новые аспекты моменты плюс сейчас смотрят про она под другие люди то есть не те кто летом летом радио отдыха а сейчас те люди которые думают о том что хорошо бы жить в анапе и для них такой контент был бы весьма полезен речка анапка с ее черными водами моментами кажется что не что-то поймали рыбаков кстати стало меньше на клевать пересталом ну что еще буквально месяц назад здесь все было в людях которые вовсю ловили рыбу у нас можно посмотреть уже наверно на почти готовый вид вот этой потени называется эта зона говорят что на полностью в частной собственности весь этот пятачок и единственно что портит вид это вот эти провода так арка арка симпатично что такое вообще как бы символистика арок этих в анапе они указывают проходы к морю вы видите арку значит знаете что там можно пройти к морю на самом деле ему интересная задумка реализована есть главное чтобы как возле лазурного берега не получилось что поставили арку потом начал появляться там забор вроде бы проход к морю пансенант ложился деньги потратил на ее создание тут бац посреди этой дороги появился забор до сих пор стоит будка с охраной на мажепсине и я так понимаю что ждут все-таки решения вы в пользу чтобы появилась как-никак там у нас такая зона отдыха пансионат на речке это будет интересно база отдыха точнее да как выглядит сейчас ведь канапка он печально немножко наблюдать мусор честно в сравнении с контрастами что было здесь его сейчас не так уж и много единственное вижу что уровень воды очень поднялся в реке значит горах где-то идут дожди чтобы понимали с верхнем баканского до сюда идет сток воды у нас в анапе может быть сухо а из-за обильных дождей в горах возможным подъемы реки даже не поймете откуда пришла вода в этом важно было показать карту затопления подтоплений в ней показывает что там пол участия алексеевки что ли находится в этой зоне затопления подтопления кто не смотрел посмотрите видео на канале мы с николаем проводили эфир и показали полностью эту карту лебедей не вижу здесь у нас одна из самых знаменитых скульптур города коротт анапа отдыхающий на море не забывайте когда приезжать в анапу ведь он уже натерт хорошо вот те все пальцы чуть-чуть а вот именно вот этот палец три раза потёрли значит обязательно вернетесь и самое заметное желание которое вы здесь загадали обязательно у вас будет поэтому делайте вы еще делайте красиво потёрли пальчик и приехали обязательно будете жить долго и счастливо вот так вот я вам всем пожелал здоровья чтобы не болели в этом году и встретили очень хорошо новый год надеюсь что желание мое сбудется пишите потом в комментариях получилось это сделать или нет эта улица набережная в городе коротт анапа она вдоль всего берега идет туда вверх до каменных самых пляжей но мы выходим на песчаный пляж города коротт анапа здесь у нас был яхт-клуб который администрация решила убрать ну радует хотя бы и раз решили сделали здесь ну прямо потом сразу же тут появились навесы под сдачу ну хотя бы не осталось так как с восточным рынком произошло то есть он еще добрый да спасибо осет да все прям и смотрите по сторонам как сейчас здесь выглядит вот побольше таких вот сетки для ворот волейбольных сеток чтобы люди могли прийти насладиться пляжным отдыхом поиграть какие-то спортивные игры и это было бы действительно прекрасно здесь смотрите установили лавочки насколько этого не хватало даже не знаю сказать не следить за этим надо вот смотрите люди приезжают то есть вот кто-то говорил что нафиг они надо серьезно надо смотрите сюда здесь у нас два человека сидит смотрим дальше палочка здесь у нас люди сидят то есть на каждой лавочке которая есть сидят люди мусорка рядом с лавочкой и все востребовано купание в реке нафиг запрещено здесь единственное дерево которое пытается выживать его уже огородили молодцы на самом деле пускай живет ну что каждое дерево на вес золота в этих местах а те кто сносят наши дюны уничтожать эти деревья жалко что не понимают этого хотя хочу хотя посмотрите помимо от каждой маленькой мусорки есть еще большая мусорка чтобы люди могли свой мусор выкинуть мусорку это очень хорошо что есть такая возможность побольше бы их когда может быть вот таких вот людей которые делают вот я просто бесит когда стекло попадает поближе к морю то есть хотя мусорки стоят красавчики выпили великолепно речка течет в море делаю такие периоды по моему не впадает именно из-за этого уровень воды поднялся где-то на сантиметров на 40 точно или раскопать или помогать ей сейчас цедится через песок летом подходе что в куче рыбы плавает сейчас ни одной глубина наверное все-таки раскапывали но она сама себя куском затопила кучи голубей чайки все что хочешь и не хочешь здесь имеется прекрасно люди в основном прогуливаются а кстати там дельфин я сначала подумал мне показалось он по моему нет что попробуем увидеть его самолет заходит на посадку это не дельфин лето нырях так ныряет нырях наверное все таки не дельфин ощипься это чайки летают то есть они дельфины дельфины друзья не ошибся думаю все условия как бы для появления дельфинов соблюдены почему я ошибся нет там действительно дельфины вот один здесь возле чаек совсем он один вдалеке вот только что увидели попробуем показать которые вот здесь поближе над которыми чайки как раз таки бороздят свои просторы то дальше куча уточек там сейчас должен выпусть по идее красота то есть вообще морская идиллия море дельфины чайки великолепно походу ускорился и ушел под я считаю что классно время для прогулок еще температура воздуха меня просто поражает в этом году очень тепло очень хорошо очень классные ощущения хочется дышать гулять наслаждаться каждым днем сегодня немножко не хватает солнца но то количество зелени и шум прибоя мне кажется слегка компенсирует все это где сейчас еще в каком городе честно можно погулять с таким удовольствием когда на воздухе показывала у нас 16 до полу градусов сейчас я точно выкину бутылку пойдем к морю и посмотрю какая действительно температура воздуха ребят кстати поступил там один залог на то что у меня очень длинный видеосюжет напишите в комментариях если хотите я могу сократить в зимний период там минутки по три делать мне легче будет быстрее даже все это будет происходить то есть если вдруг такое желание пишите об этом в комментариях я просто снимаю снимаю до 16 градусов температура воздуха на самом деле очень важно всегда прислушиваться к зрителям может кто-то действительно заходит посмотреть именно на море по-быстрому узнать температуру воды можно ли ехать кататься на машине а тут приходится по полчаса смотреть прям грустно становится но для чего этот человек это делает скажите что такое прямо за нехватка тестостерона или не знаю чё там не хватает в крови зачем ездить по берегу друзья если вдруг увидите автомобиль я вас призываю фотографируйте если чтобы здесь сами быть на самом деле можно писать заявление прокуратуру сделал фото указав дату съемки видео фото видео фиксации и отправлять прокуратуру то есть там процентов 70 людей будут наказаны тех кто ездит по пляжу ни одной машине на пляже находиться нельзя единственно мусорки там прошу не трое потому что они работают для нашего и в принципе является спецтранспортом а все остальное фотографируйте каждая там него которая якобы привозит товар на пляж весь этот авто лица хлам который катается в другом их не назвать потому что машины потом уже никуда не пойдут в годность после песка и воды они все ржавеют надо фотографировать отправлять пускай наказывает не должно быть у нас вот если у тебя есть большая дорогая машина это не дает тебе право выезжать на берег потому что берег это пляж по пляжу кататься во-первых это даже небезопасно я вам так могу сказать видите что он делает а еще знаете такие любители едут там бычок выкинул так далее прямо за кошка они вообще очень сильно радует ладно не будем о негативе все-таки море где-то там под облаками солнца ультрафиолетик все равно проникает у меня кстати сейчас на участке происходит установка трубостойки и щитка для подключения к электросети в дальнейшем я обязательно расскажу как мы с компанией вертикаль делаем подключение электричества ждите я думаю будет интересно что-то электрики слишком много в моей жизни там на квартире делать там делают ну просто был вариант продажи участка и человек сказал что-то нереально подключить электроэнергию я николай это как-то озвучил битуша да попробуем давай попробуем и чем вот мы дошли до того что уже тех условия получены и устанавливается трубостойка и в принципе это не так уж и долго обо всем по порядку мы потом видео сюжет выложим и кстати напишите в комментариях будет ли вам это интересно как получить тех условия в частный сектор сколько это стоит и так далее и тому подобное ну что говори море я помолчу а Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...